всем большой привет мои дорогие друзья зрители новые зрители нашего канала добро пожаловать сегодня у меня будет снова такое закадровая озвучка видео потому что уборка я хочу вам показать просто как я убираюсь убираю в доме перед тем как мы отправляемся в отпуск в этот раз у нас отпуск получился довольно таки спонтанным просто знакомая моя девочка из турагентства она предложила горящий тур в турцию в аланию и мы согласились отдохнуть все это очень спонтанно но круто то что уже были сделаны загранпаспорта заранее и у нас проблем с этим никаких не возникло все что я пропылесосила весь второй этаж первый этаж я оставила за кадром потому что ну несколько раз показывать сначала пылесос потом на тряпки и так далее поэтому сразу решила вам показать как я решила заправить в постель достала вот такой вот зелененький махровый пледик думаю хотя бы им прикрою кровать более как-то поэстетичнее что ли смотрится нежели когда просто под деяльника виден мой сейчас полы пользуюсь вот такой своей любимой шваброй от компании веледа очень много вопросов у меня поступило где же я заказывала данную швабру у у нас официальный сайт веледа точка ру и на этом сайте я нашла вот такую швабру естественно перед тем как ее выбирать я читала отзывы в инстаграм и просто в интернете люди очень многие довольны ну попользовавшись сколько уже вот полгода ею я очень довольна потому что руки сухие чистые то есть как бы не то что раньше приходилось снимать эту насадку тряпку полоскать потом нужно было это руками все отжимать у меня и так то маникюр не держится до многие заметили у меня вообще гель-лак этот он не держится просто из-за того что я часто нахожусь в огороде в воде мой много посуды вот и поэтому мне хотя бы еще полы мыть нужно как-то беречь руки тем более там средства для мытья пола так ну что друзья в детской комнате вероника тут у меня уже пыль протерла на подоконниках на столе все везде разобрала я сняла постельное белье нужно поменять также вот она протерла тут комодик в общем вещи там повесила в гардероб нормально и сейчас я хочу вот тут все разобрать диван собрать в общем к вечеру я тогда буду менять постельное и сейчас уже протру полы потому что пылесос остался за кадром думаю ну с пылесосом бегать тоже смысл тут два раза показывать вот так что сейчас буду просто протирать полы до переместились мы постепенно в детскую спальню конечно же друзья мои будем менять мебель вероники этот диванчик уже старый ему порядка девяти лет мы его покупали в самый первый наш дом который мы приобретали в кредит них а не могу сказать что он плохого качества у него основная часть пружинные блоки он не скрипит он нигде не развалился не расшатался я вам хочу сказать отдать должное диван служит очень даже хорошо просто он морально устарел и вот эти съемные подушки они жестковаты естественно ребенку спать на них не очень удобно планируем купить кровать тоже в икеа есть такие раздвижные там с двумя матрасами веронике очень понравилось и есть выдвижные ящики для хранения белья тоже это очень удобно потому что ну каждый раз вот так разбирать диван ребенку не очень хочется я думаю что выдвинув ящики и положив туда подушки там да и постели и задвинув обратно будет намного легче и как-то с большим желанием что ли она будет заправлять кровать я так думаю и так то будет спрашивать про покрытие в детской комнате это натуральная пробка не бюджетный материал конечно но для детской комнаты мы выбирали экологические чистый материал более теплый пробка очень теплая вы как можете заметить у нас нигде нет ни ковров не дорожек ходить даже зимой в морозы очень комфортно ламинат конечно по прохладнее в этом плане похладнее он накаляется а пробка нет и пробка она долговечная и не боится ни влаги не воды то есть пробку можно мыть хоть 50 раз в день ну вот делюсь с вами результатами уборки комнате естественно становится сразу свежо легко просторно и очень уютно постепенно я перешла в кабинет он у нас здесь всегда заправлен вот так диван мини диванчик ну это для тех кто любит до полночи не спать посидеть телефоне и для того чтобы не мешать друг другу можно уйти в другую комнату и так скажем переночевать там но в основном стараюсь держать закрытым диван заправленным этот диван у нас из магазина янтарь ему порядка наверно шести лет диван ужасные хочу вам сказать все вот эти секции до мягкие которые раздвигаются поднимаются они все выполнены из обычного поролона нет там не пружинных блоков все конструкции начали скрипеть буквально уже наверно через год полтора эксплуатации сам по себе диван массивные очень громила и вот мне надо теперь все это разобрать гладильную доску поставить убрать этот весь хлам которые после ремонта ну конечно от всего хлама мы не сможем избавиться до конца пока еще идет ремонт нам еще предстоит и красить и коридор и лестничный пролет поэтому пока пленки эти мы не выкидываем отправляем их просто в гараж валики и лоточки все это я унесу тоже в гараж у меня там отведена специальная такая коробка где все храню для ремонта краску также вот этот стульчик маленький расписной который уже никому он не нужен и картонной коробки я также выношу в гараж пока мы их храним пока не закроет не закончим всю покраску я решила гладильную доску пока поставить вот туда в угол для того чтобы мне было удобно гладить пока мой шкаф не приехал для гладильной доски поэтому поставлю пока так там как раз а розетка рядом это очень удобно валерин плитка рез я убираю пока за компьютерный стол конечно вот этот старомодный компьютерный стол тоже хочется поменять и найти какой-нибудь столик в окея рабочие более такой симпатичный чтобы все туда тоже уместите принтер и системный блок шторы я недавно стирала и недавно их повесила на окно многие нам подумают что у вас комнате стоит раковина тумбочка просто мы купили мебель для первого этажа в ванную комнату но естественно пока еще ряд до ремонта там не дошли поэтому стоит пока здесь плавненько переходим с вами ванную комнату в санузел на втором этаже я меня полотенце вешаю чистые унитаз я накануне помыла на камеру конечно это я не снимала сейчас первым делом зеркало убираю весь ненужный хлам и использую всегда наведенный уксус 9 процентное соотношение один к одному с водой все протираю друзья вот такой уксусной водой никаких вам разводов никаких отпечатков пальцев не остается и очень хорошо даже растворяет известковые отложения я всегда использую свою корзину в которой мне стоят средства для уборки в этот раз использую саниту антиржавчину средство жидковато но классно справляется и с известковыми отложениями и с налетом и мыльные разводы я очень довольна покупаю саниту в фикс прайс сначала я все естественно мыливаю и оставляю для взаимодействия минут на десять далее это же средство я использую в душевом поддоне так как тоже там собирается известковые отложения видите какая реакция моментальная до становится от средства то есть в нем содержится какая-то щелочь кислота которая взаимодействует с известковыми отложениями и происходит вот такая бурная реакция аж шипит видите да и тоже намыливаю вот так оставляю вот это вот решеточку пластмассовую белую тоже мою вода у нас она не очень жесткая хочу сказать ты мне не приходится часто вот так мыть нам с этим очень хорошо повезло возвращаясь к раковине еще раз все хорошо промываю и потом уже все смывают чистой водой теперь постепенно перемещаюсь в душевую кабину обязательно протираю все стойки также уксусным раствором также протираю смеситель все очень блестит от уксуса я очень довольна и протираю вот этот шланг он у нас гладкий очень удобно за ним ухаживать смеситель у нас фирмы гроя и теперь смываю поддон все хорошо отмылось протираем вот этот порожек высокий в принципе все очень чисто и красота также я потом захожу в душевой поддон и убираю все баночки шампунями с мылами и вот эту решетку также протирают из висковых отложений ну и в завершении всей уборки я вытираю полы комната небольшая у нас поэтому все происходит очень быстро далее разбираю все в коридоре выношу все лишнее вниз ну и соответственно протираю полы с плавным переходом на лестницу и да вот это окно наше витражное там часто скапливается такая паутина я швабра эту паутину снимаю и перехожу на первый этаж а на первом этаже вообще полный хаос тут как всегда все наставлено навалено посуды полно нужно перемыть всю посуду все это хорошо красиво разложить и также помыть газовую плиту плита в ужасном состоянии после приготовления еды сначала снимаю решетки потом переключатели газа комфорки мне очень понравилось средство home star дешевая бюджетная средство работает поэтому использую его всегда для мытья варочной поверхности сначала убираю все крошки просто мукой мокрой губкой а потом уже использую средство очень хорошо все отмывают и все блестит это друзья кто впервые на нашем канале многие посмотрят на наши стены скажут почему у вас такой бардак почему у вас еще ничего не сделано мы в процессе этот пусть путь у нас не легкие мы очень тщательно подходим к ремонту на кухне вот очень долго уже выбираем производителя кухни у нас уже не знаю сколько замерщиков было в доме все говорят разные суммы хочется конечно и подешевле хочется и покачественнее и пока у кого заказывать мы даже не определились потому что все кто приходит замеряет кухня она не маленькая кухне получается большая и практически у всех бюджет вырисовывается в 200 тысяч рублей чтобы так просто за наличку пойти приобрести такую кухню мы не можем многие производители не идут на такие уступки как кредит или долгая рассрочка хотя бы на год у них дается рассрочка либо на 4 месяца вот либо вообще нету никаких кредитов и послабление так скажем поэтому выбираем тех производителей которые нам помогут купить кухню в кредит теперь я застилаю диван диван у нас языке и стараемся конечно его защищать вот такими пледами которые также мне прислал веселек я очень довольна пледами они бюджетные и очень хорошо подошли по расцветке к нашему дивану и я приспособилась с помощью двумя с помощью двух пледов заправлять вот такой угловой диванчик конечно это приходится делать каждый день потому что сидим полежим на нем и все сбивается но тем не менее смотрится очень даже неплохо подушки они со временем теряют немножко форму когда на них облокачиваешься но я переворачивать другой стороной вот так руками взбиваю и они становятся на прежнее место подушки тоже нормальные и надо было уже конечно декорировать к осени наволочки другие заказывать осенние и как можете наблюдать я решила перестановку сделать я отодвинул эти уголки туда в угол и поставила финиковую пальму в угол туда на пол между двух лавок мне кажется так как-то поуютнее эти углы просто торчащие лавки мне надоели постоянно ходишь они об них спотыкаешься на мой взгляд мне кажется так лучше получилось вообще конечно у меня огромное желание быстрее избавиться от этих лавок от этой рыжей мебели также протираю духовой шкаф так как он нас стеклянный черного цвета ухаживать за ним сложновато но опять же повторюсь с помощью уксусной воды и бумажных полотенец я справляюсь на ура со всякими пятнами отпечатками пальцев и так далее очень хорошо и удобно мыть и и так же девушка писала про посудомойку который у нас есть где она да она у нас стоит друзья в упаковке но я же не буду ее устраивать в эту кухню понимаете да нужна новая кухня перемещаюсь постепенно в зону гостиной вот они путевки показываю вам все распечатала уже скоро мы летим на отдых ой друзья я так вообще не ожидала что мы полетим на отдых так спонтанно потому что вот эти горящие туры они конечно иногда очень хорошо выручают и по цене и поэтому появилась такая возможность мы подумали почему бы ей не воспользоваться потому что мы были на юге на море последний раз лет 5-6 назад и очень хочется уже отдохнуть переключиться я снимать конечно для вас обязательно буду по возможности что-то самое интересное но вот так и чтобы просто снимать все подряд и я думаю что нет хочется отдохнуть хочется побыть без камеры потому что блогеры меня поймут быть с камерой 24 на 7 это очень сложно иногда хочется уделить время семье мужу с которым мы и так редко очень видимся в связи с тем что много работает я протираю подоконники пыль цветы поливаю обязательно также протираю обязательно балконную дверь мне кажется здесь можно протирать в день по несколько раз мы ходим пока лето и вот это стекло очень сильно пачкается от рук ну и очень быстро загрязняется протираю снаружи и снутри ну и в заключение мою полы обычно промываю два раза потому что зона кухни всегда очень пачкается сильно в следующем видео мы наверно будем с вами собирать чемоданы я вам покажу что я буду брать с собой у нас два чемодана один взрослый другой детский ну и как правило много вещей я набирать не люблю я не любитель потому что мало ли может быть я что-то там захочу приобрести купить и чтобы меня не было перевеса ну и в заключение показываю вам свой результат конечно все пока бюджетненько скромненько но зато чистенько и хорошо в любом случае надо любить свой дом и стараться вкладывать в него душу я надеюсь что вам видео было полезным понравилось обязательно подписывайтесь мы с вами скоро увидимся всем пока пока и удачи во всем пока пока